С днём рождения, вас дожди! Ура! Здравствуйте, Владимир, ваша собственная любительская! Ура! 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 Так коллеги поздравили главу города Анатолия Пахомова с прошедшим днём рождения и отметили, что именно под руководством Пахомова Сочи стал конкурировать с Турцией по числу российских туристов. Борьбу за своего отдыхающего администрация Сочи намерена продолжить и дальше. Всё более настойчиво говорят о концепции развития Лазаревского района. Только в этом году из муниципального бюджета туда направлено 770 миллионов рублей. Ещё более полумиллиарда из краевого. В частности, на строительство школ и детских садов. Однако собираемость налогов в Лазаревском небольшая. В городской бюджет вернулось в прошлом году 269 миллионов, а за 7 месяцев этого года только 134. Получается, что район дотационный. Глава города настаивает на мощном развитии самых северных территорий Сочи. А для этого необходимо привлекать инвестиции. И даже выделять земли для среднего и малого бизнеса. Яхт-клуб – это достаточно интересное предложение. То, что он там должен появиться, это тоже факт. Потому что у нас в Адлере есть, в Хосте есть, в Центральном районе есть. В Лазаревке, а в Лазаревке 90 километров нет. Вот и даже неудобство дозаправиться, зайти. В принципе, есть у нас в конце концов федерация яхтенного спорта. Они тоже имеют людей, которые готовы вложиться. Надо только начать работать. Рядом новых проектов займется Сергей Юрин. Он сегодня назначен первым заместителем главы курорта. А Павел Клопотовский утвержден на должность главы Хостинского района. На сегодняшней планерке также сообщили о завершении обследования земельных участков под бесплатные парковки во всех районах. В Адлере обустроят 5 парковок вместимостью 1300 мест. В Хосте 6 на 285 мест. В Центре 5 парковок на 523 машины. В Лазаревском районе 2 адреса парковок на 300 машин и мест. Это позволит разгрузить улицы Сочи. Их сделали, много сделали. В Центральном районе, вот улица Соколова, видите, она пустая. В районе парка Ривьера пустая. И мы сейчас еще добавляем только бесплатные, во-первых, бизнесу, но все равно идем на это. Но и эти бесплатные парковки будут пустыми, если не будет мотивации к тому, чтобы выполнять правила дорожного движения. То есть законы Российской Федерации. И сегодня же стало известно о заключении договора с Сочинским национальным парком, согласно которому авиационная техника МЧС будет использоваться для тушения лесных пожаров. В сельской местности создано 39 добровольных пожарных дружин и еще две в городе. Закуплено оборудование на более чем 2 миллиона рублей. Сейчас пожарные добровольцы учатся правильно действовать в чрезвычайной ситуации. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.